13 октября состоялась официальная церемония встреч уважаемого Эмумали Рахмона в соответствии с официальным этикетом приема на почетном плацу комплекса национальной армии Франции. Президент страны уважаемой Эмумали Рахмон прибыл на плац комплекса национальной армии Франции. Для проведения этого мероприятия двор был празднично украшен. Были вывышены флаги обоих государств, а для встречи высокопоставленного гостя был выстроен почетный караул. Уважаемого Эмумали Рахмона встретили государственный секретарь Министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан и генерал-лейтенант военных подразделений Парижа Лоран-Пронса и пригласили на почетный подиум. Наш уважаемый президент прошел перед строем почетной гвардии и встал на почетный подиум. Затем были озвучены национальные гимны обоих государств. Вслед за этим почетная гвардия торжественным шагом прошла перед президентом нашей страны. После прохождения почетной гвардии были представлены члены официальных делегаций обеих сторон. На этом завершилась церемония официальной встречи на почетном плацу комплекса Национальной армии Франции. 13 октября официальный визит уважаемого Эмумали Рахмона в Французскую республику начался с официальной церемонии встречи в Елисейском дворце. Уважаемого Эмумали Рахмона встретил президент Французской республики уважаемый Эммануэль Макрон. Рассмотрение вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества началось на специальной встрече глав государств и продолжилось расширенными переговорами с участием официальных делегаций двух стран. В ходе встречи стороны обсудили плодотворное сотрудничество межведомственно-политических консультаций, расширение дальнейшего сотрудничества в различных сферах энергетики, металлургии, легкой и химической промышленности, машиностроения, добычи полезных ископаемых и назвали их приоритетными направлениями сотрудничества между двумя странами. Были обсуждены также широкие возможности сотрудничества в сферах логистики, транспорта, телекоммуникации и электроники, развития сельского хозяйства и туристической инфраструктуры. Была дана высокая оценка активному участию французской стороны в реконструкции инфраструктуры аэропорта и аэронавигации, в развитии энергетики, линий электропередач, здравоохранения и других сферах, представляющих взаимный интерес. Активизация Таджикско-Французского совета предпринимателей и ассоциации компании Медефи Франции была отмечена как еще одна важная возможность для активизации сотрудничества в торгово-экономической сфере. Было выражено удовлетворение подготовкой дорожной карты по развитию сотрудничества между странами наперед до 2026 года. При обсуждении вопросов безопасности в регионе особое внимание было уделено сложной политической и гуманитарной ситуации в Афганистане. Было подчеркнуто, что мировые сообщества, государства и авторитетные организации, такие как ООН, не должны быть безучастными в решении политических и гуманитарных проблем в этой стране. Наш глава государства и президент Французской республики приняли участие в церемонии открытия выставки экспонатов Таджикистана под названием «Таджикистан. Страна золотых рек в музее ГИМе Французской республики». Это мероприятие состоялось в рамках укрепления сотрудничества между двумя странами в области культуры. является большим вкладом глав государств в сближение цивилизации и народов. На выставке была представлена история и цивилизация славного таджикского народа, вклад выдающихся таджикских сыновей в развитие человеческой цивилизации, исторические памятники, таджикская государственность в разные века и древность богатой нашей земли. Представленные экспонаты позволят европейцам побольше узнать о нашей прекрасной горной стране и будут способствовать развитию сотрудничества между Таджикистаном и Францией. Следует отметить, что для представления богатой древней истории и цивилизации уникального искусства нашего народа в музее было представлено 211 произведений искусства из Национального музея Таджикистана и Национального музея археологии, которые будут демонстрировать французскому народу природную красоту и уникальную историю. Для достойного представления таджикского государства в музее представлены картины и видеоролики об исторических и туристических объектах нашей страны и уникальном историко-культурном наследии нашего народа. На сегодняшний день это самая крупная выставка Таджикистана, которая представляется западному миру на европейском континенте. 13 октября в рамках официального визита в Французскую республику наш глава государства также встретился с председателем Сената этой страны Жераром Ларше. В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов таджико-французского сотрудничества, в том числе в политической сфере и межпарламентских отношениях. Стороны выразили удовлетворение нынешним уровням сотрудничества и выразили готовность к дальнейшему развитию дружественных и взаимовыгодных отношений между двумя странами. Межпарламентское сотрудничество занимает особое место в отношениях между двумя странами и активизации группы французско-центрально-азиатской дружбы и отношений между делегациями. Также будет способствовать укреплению доверия, расширению двусторонних связей, а также их правовой базы. В ходе встречи было подчеркнуто, что Таджикистан готов изучить передовую систему парламентских и правовых норм Франции. Стороны с удовлетворением обсудили успешное развитие многостороннего сотрудничества, перспективы отношений в политической, экономической, торговой, инвестиционной, культурно-гуманитарных сферах. В сфере сотрудничества в области образования особо отмечена плодотворная работа культурного центра «Бактерия» Европейского союза «Эразмус», «Мундус» и «Эразмус плюс». В целях обеспечения высококвалифицированными кадрами отраслей народного хозяйства нашей страны было признано необходимым выделить квоты на обучение граждан в французских университетах и открытие филиалов престижных французских университетов в Таджикистане. В ходе обсуждения сотрудничества в области безопасности стороны обсудили пути урегулирования ситуации в Афганистане и привлечения внимания международного сообщества к устранению гуманитарных проблем, вмешательству международных организаций, в том числе ООН. В завершение встречи глава нашего государства, уважаемый Эмумали Рахмон, пригласила председателя Сената Франции Жерара Ларше посетить Таджикистан. Пример министра республики Таджикистан Кохир Расулзода встретился с министром промышленности и технологий Турции, сопредседателем межправительственной комиссии Таджикистана и Турции по экономическому сотрудничеству Мустафой Варанком. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние и многосторонние вопросы, обменялись полезными мнениями по укреплению сотрудничества в сфере торгов и инвестиций, автомобильных дорог, транспорта, строительства, промышленности, образования и науки, сельского хозяйства, энергетики и туризма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова